Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, согласно одной из теорий, признание, я без тебя жить не могу, говорит алкоголик, ты самая лучшая бабник, ввиду с неба достать обещает тиран, мне сказали, никому тебя не отдам, медленность, ревность, а так человек хороший, состоявшийся, меня глотит эта фраза, помогите разобраться, с какой скоростью мне стоит уносить ноги, и стоит ли. Смотрите, вам, на мой взгляд, совершенно верно, мой коллега, Кутричев Игорь Леонидович, сказал, как обстоят дела, вот, то есть он сказал о том, что вы боитесь близких отношений, что-то по всему, вот. И отсюда, из-за того, что у вас есть страх, вы пытаетесь, на мой взгляд, рационализировать, то есть вот, то, что вы делаете, это, условно говоря, можно назвать рационализацией. Потому что, ну, потому что, понимаешь, потому что, как бы, то, что вы приводите, во-первых, во-первых, это теория, это просто теория, вот. Во-вторых, слова, фразы могут быть сказаны, там, в совершенно разных контекстах, и совершенно не факт, что имелось в виду то, что имелось. Ну, например, я не могу без тебя, говорит алкоголик, вы, вы пишите. Ну, это же не так, а, как бы, такую фразу может сказать не только алкоголик, алкоголик, такую фразу может сказать человек, который эмоционально является зависимым. Такую фразу может сказать психотик, вот. То есть человек с, ну, именно, именно, вот, с, скажем так, достаточно невысокой личностной организацией. Вот. Поэтому, вот, то, что вам, на мой взгляд, в первую очередь нужно сделать, это перестать как-то, вот, стараться людей, ну, может быть, классифицировать, да, то есть, вот, то, что вы делаете сейчас, вы, именно, что, вот, классифицируете людей. А, и делаете вы это, конечно, из страха, из, из неуверенности, ну, из чувства такого, вот, неуверенности в себе, вот, то есть, как бы, ну, как правило, это связано с тем, что у человека недостаточно развит, вот, личной границы, вот. Я бы сказал, что у вас они, вот, ну, на самом деле, как бы, развиты, как раз-таки, вот, недостаточно, ну, недостаточно очевидно, вот, да, то есть, вы, 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 на мой взгляд, совершенно очевидно, не доверяете себе, вы, на мой взгляд, совершенно точно, вот. Эм, так скажем, тревожитесь, вот, то есть, у вас есть вот этот элемент, элемент тревожности, тревожности, и вы его, вот, собственно, компенсируете именно попытки как-то это все объяснить, вот. Да, действительно, то, что вам говорят, вот, ну, по поводу того, что, там, грубо-грубо говоря, никому, никому вас не отдадут, да, это, конечно, безусловно, фраза, которая, ну, не может не настораживать. Это правда. Вот, то есть, это действительно, это действительно так. Это настораживает, это должно настораживать. Но в то же время, в то же время, хочется, хочется сказать, что ревность вообще нормальное явление, то есть, да, она может принимать, ну, весьма нехорошие формы. Да, ревность может, там, условно говоря, испортить не один, не одни отношения. Это все правда. Но в ревности, в самой по себе, ничего, нет ничего плохого. Хорошее, адекватное чувство ревности, это нормально. Другое дело, если это уже становится, ну, чересчур, да, другое дело, если это уже становится слишком, вот, это да, это да. Но, смотрите, ревнуют практически все, вот, то есть, ну, практически каждый человек может столкнуться с ревностью, и тут, как бы, ну, никуда от этого не деться, такого реально, в этом смысле. Вот, поэтому я бы сказал, что довольно хорошо, с ревностью, с ревностью можно взаимодействовать за счет, вот, личных, личных границ, во-первых, своих, вот. Это первый момент, то есть, личные границы важны. А второй момент, это, ну, вообще говоря, личностное общение, личностное взаимодействие. О чем идет речь? То есть, понимаете, если вас ревнуют, это означает, что к вам в той или иной форме не относятся как к личности. То есть, к вам относится, вот, по большому счету, да, как к женщине, не к женщине, как к собственности. То есть, вот, грубо говоря, кого можно, ну, кого можно отдать или не отдать, да, вот. Это же собственничество. Вот, то есть, такие вот, получается, здесь, эм, собственнические, эм, амбиции есть у человека. И вот это очень важно понимать, что если у человека есть собственнические амбиции по отношению к вам, то это означает бедность, к сожалению, это означает бедность вашего общения, это означает бедность вашего взаимодействия, его одностороннесть, его, эээ, ну, узость, так скажем. Когда я воспринимаю тебя только как, эээ, женщину, или я тебя воспринимаю только как, как, ну, как мужчину, да, вот, то, конечно, начнёт появляться эта самая ревность, никуда от этого не деться. То есть, эээ, как бы, что значит ревность, ревность, это означает, что, ну, вот, действительно, ты должна быть, ты должна быть, или ты должен быть только, только моим или моей, вот. Ну, откуда берётся такая позиция? Ведь что значит? Эээ, что значит ты должна быть только моим или моей? Это означает, что если ты, ну, там, чего-то захочешь, да, если, там, твои чувства, например, изменятся, твои чувства станут другими, вот, то, грубо говоря, я не готов этого принимать, и готов этого признавать, вот. А с чем может быть связана такая история? С чем может быть связана история о том, что я к твоим чувствам не прислушиваюсь? Эээ, что мне твои чувства не важны? Эта история может быть связана только с одним. С тем, что я не воспринимаю твои чувства, вот, они, я их не слышу. И, конечно, можно, можно говорить, безусловно, о том, что такой человек, например, эээ, ну, чёртвый, да, эгоистичный, эээ, например, неэпатичный, эээ, вот, ну, кто-то может даже, кто-то может даже, эээ, сказать, что человек, там, ээээ, психопатичный, да, то есть, вот, ну, не, как бы, не слышащий, эээ, другого, вот. Но, моё мнение здесь таково, что, как бы, это прозвучит немножко, может быть, эээ, как-то тавтология, да, но общение определяет, определяет общение. То есть, эээ, на каких основаниях я выстраиваю диалог, вот, на каких основаниях я выстраиваю диалог с, ээээ, ну, с партнёром, да, вот, вот, так у меня и выстраивается с ним контакт, вот, если я диалог выстраиваю на таких вот достаточно узких, скажем так, основаниях, ну, получается, вот, в итоге, эээ, ревность, получается, в итоге, в итоге, ээээ, такая вот, ээээ, риторика, да, ээээ, что, я тебе, я тебя никому не отдам. То есть, появляется собственничество, появляется это всё не случайно, не случайно, вот. Поэтому, ээээ, я бы, пожалуй, вёл бы разговор, вёл бы, ээээ, здесь, ээээ, речь о, ээээ, в первую очередь, вашей ответственности за то, эээээ, как вы себя позиционируете в отношениях, вот. Я бы, эээээ, на ощупь бы обратил, ээээээ, такое вот, достаточно серьёзное внимание. Потому что, мне кажется, что ревнуют только того, кто позиционирует себя так, как будто вы можете ревнать. То есть, это определённый уровень взаимодействия, да, определённый уровень отношений. В первую очередь, конечно, он касается ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но я думаю, что вы заметили, ну, я надеюсь, что вы замечали, что когда люди общаются друг с другом как личности, да, то, в общем-то, ревности гораздо меньше, потому что, ну, я понимаю все твои чувства, я понимаю все твои переживания, я понимаю все, что ты чувствуешь, я понимаю тебя, понимаю, там, ну, там, твои переживания и так далее. Вот. И напротив, напротив, как бы, если этого нет, то само собой, ну, как бы, возникает ревность. Вот. Это нормально. Вот. Ну, можно привести, вот, в качестве примера, какой, знаете, вот, я бы сказал, немного, ну, немного, может быть, странный такой пример. Вот. Представьте себе, что вы взаимодействуете с, вот, неодощевленным каким-то предметом. Ну, например, это будет, там, грубо говоря, допустим, ну, пусть это будет стол, например. Вот. Вот. Вот вы взаимодействуете со столом. Вы долгое время, значит, ну, как-то его, ну, используете. Что называется по назначению стол. Вот. Вы используете его по назначению. А потом, внезапно, вдруг, он начинает, я имею в виду стол, начинает говорить с вами. И выясняется, что у него есть сознание. Вот. Мы сейчас говорим об этом исключительно вот в таком фантасмагорическом ключе. То есть, как бы, бояться вот ни в коем случае не надо. Не надо. Здесь, понятно, что в норме столы не разговаривают и так далее. Но. На что здесь нужно обратить внимание? Внимание. Внимание здесь нужно обратить на то, что как только вы замечаете, как только вы видите, что, ну, например, да, вот стол, допустим, говорит. Вы уже не можете его воспринимать как, как стол. Вот. Вы можете воспринимать его уже как что-то другое, уже по-другому к нему относится. Вот. Это много где такой феномен описан. Вот. И если, если вы опыт данного феномена примените к себе, к своим отношениям, вот, что вы довольно быстро, на мой взгляд, сможете увидеть, что вам попадаются вот так называемые мужчины. Не очень. Да? Тираны, алкоголики. Вот. Именно по той причине просто, что вы ищете мужчину. Не взаимодействовать с ними как личность. Вот. Потому что, ну, совершенно понятно, на мой взгляд, что идеальных людей, ну, не бывает. То есть у всех у нас на самом деле есть какие-то всегда проблемы, какие-то всегда сложности, трудности, какие-то всегда есть у нас проблемы, вот, и прочее. То есть это нормально. Дело здесь не в проблемах. Дело не в том, что у кого-то есть проблемы, дело не в том, что у кого-то есть там, грубо говоря, вот какие-то, ну, не знаю, тараканы в голове, тараканы в голове и так далее. Дело совсем не в этом, а в том, как мы воспринимаем человека в контексте этих проблем. Вот. И, конечно, видеть человека в контексте проблем гораздо легче, например, когда я не воспринимаю его как, ну, вот, собственно, как личность, как я уже сказал. Вот. И отсюда возникают проблемы, отсюда возникают трудности и всё что. Вот. Как-то, как-то так. Ну и, само собой, вопрос личных границ очень полезен, если мы говорим про, ну, про ревность. Вот. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, за позволить вам начать на собой работу. Я бы предложил психотерапию страхов, самооценки, личностный рост, вот, и работу с личными границами. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok